МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу События в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Две недели холодного душа в историческом центре Самары сегодня начались испытания теплосетей. Крупное коммунальное ЧП в Самаре ищут те, кто слил мазут в канализацию. Бразильская самбо, волынка и барабанщики. Самарские арт-площадки, место встречи музыкантов, артистов и зрителей. Первые эксперименты маленьких ученых. Более 300 самарских школьников приняли участие в фестивале наук. В Самаре стартовал сезон арбузов и дынь. Как будет организована торговля бахчевыми культурами, где купить качественный товар? В Самаре на пересечении структурной и промышленности произошло крупное коммунальное ЧП. В канализационный колодец неизвестные слили мазут. Нефтепродукты вышли на поверхность. Площадь загрязнения составила 30 метров в ширину и 80 в длину. Засор канализации коммунальные службы устранили. Попадание стоков в реку Самара удалось предотвратить. Совместно с городскими службами благоустройства МЧС проводилась обработка мест загрязнения песком. Сливают фосфекальную канализацию, что запрещено категорически, потому что существует закон о утилизации отработки нефтепродуктов. Это стоит денег. Несознательные предприниматели вот таким образом пытаются сэкономить на природе, на здоровье. В Самаре отремонтировали 60% проблемных кровель отстающие Ленинские и Самарские районы. А вот Кировские, Железнодорожные и Советские районы лидируют подробнее в сюжете. В 1956 году нам сделали и заменили всю инженерную коммуникацию. Всю отопление, свет, вода, канализация, на всем уголе. Поэтому сейчас, если крышу надо применцировать, это будет хорошо. Светлана Никлюева уже четверть века живет в этом доме. И потому знает здесь все трещинки. Неслучайно единогласно ее выбрали старшей по дому. Рассказывает, кровлю меняли 60 лет назад. Недавно она стала подтекать, поэтому ремонт ждали с нетерпением. У нас четырехэтажный дом. Старый построить. Хороший дом, крепкий. Если не будет течь крыши, здесь можно жить, жить и жить. Повезло не только жителям Магнитогорской 4. В Кировском, Железнодорожном и Советском районах тоже сейчас ремонтируют крыши. От намеченного плана сделали уже 80% кровель. В Самарском и Ленинском районах немного отстают. Там много ветхого жилья. Но к поставленным срокам должны успеть. Такую задачу городские власти ставят на еженедельном совещании, посвященном проблемам ЖКХ. Обсудили проблематику, какие проблемы есть. Процент на сегодняшний день тех кровель, которые были выявлены и нуждались в ремонте. Уже 60% на сегодняшний день отремонтированы. До 1 сентября в Самаре отремонтируют более тысячи крыш, почти половина из которых имели протечки. Кроме того, готовят к зиме котельные и теплосеть. Продолжается их ремонт, перекладка и модернизация. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов, Сергей Баскин. События. Сегодня в Самаре начался новый этап гидравлических испытаний теплосетей. На этот раз теплоэнергетики проверят повышенным давлением сети от Самарской ГРЭС. Из-за этого жители нескольких районов Самары на две недели останутся без горячей воды. С 23 июля по 5 августа горячее водоснабжение будет отключено в домах, расположенных в пределах улиц Арцебушевская, Братьев Коростылевых, Льва Толстого, Венцика, Чупаевская, Пионерская, Куйбышево, Крупской, Максима Горького, Волжский проспект, Лесная, Осипенко, Новосадовая, Первомайская, Полевая. Горожанам напоминают, что в период опрессовок нельзя приближаться к тепловым сетям, надземной прокладке и тепловым камерам, а также оставлять рядом с ними автомобили. Много воды утекло. Чугунную водопроводную трубу диаметром 300 мм прорвало на улице Советская. Коммунальные службы устраняют аварию. С места событий наша съемочная группа. Местные жители рассказывают, раньше на этой улице располагались колонки, из которых брали воду жители двухэтажных бараков. Потом колонки убрали, а труба осталась, ее-то и прорвало сегодня днем. В итоге ближайшие остановки на улице Советская оказались затоплены. Под воду ушли и трамвайные рельсы. И люди оказались отрезаны от общественного транспорта. На место ЧП немедленно выехали самарские коммунальные системы. Уже вода ушла, они откачали. Здесь уже приезжало несколько машин за одинастый автомобиль конкретный. Уже полегче стало. Выяснилось, прорвало трубу диаметром 300 мм. Рабочие приступили к устранению аварии. Воду откачали с помощью спецтехники. Сейчас ведется поиск места прорыва. Пока никаких прогнозов, когда работу полностью завершаться, специалисты не дают. К сожалению, прогнозы сделать нельзя. Невозможно, потому что там в земле может оказаться все, что угодно. И какие-то еще инженерные коммуникации вдруг придется вручную копать. Сразу после коммунальной аварии водоснабжение во всех жилых зданиях поблизости отключили. Но сейчас оно восстановлено. Мы будем следить за развитием событий. Мария Левина, Никита Борисов, Николай Епифанов. События. В Самаре на прилавках десятки сортов бахчевых из Средней Азии. Уже стали появляться краснодарские. Скоро придет время местных. Елена Малютина знает, как правильно выбрать арбуз. В этом году сезон бахчевых начался на две недели раньше. Арбузы появились не только на уличных лотках, но и на прилавках магазинов. Цена за килограмм сочной ягоды варьируется от 12 до 35 рублей. Арбуз должен быть, одна сторона желтенькая. Арбуз будет сладкий, сочный и отличный. А откуда у вас сейчас арбузы? У нас арбузы волгоградские. А откуда самые вкусные? Астраханские. Самый вкус арбузы астраханские. Немножко попозже будут. Через неделечку где-то. Сейчас на прилавках десятки сортов бахчевых из Средней Азии. Уже стали появляться краснодарские. Скоро придет время местных. Самарцы говорят, к первой пробе арбуза относятся с осторожностью. И большинство предпочитает все-таки дождаться здешних ягод – августовских. У них вкус совсем другой, чем у первых ранних. Такой уже настоящий, насыщенный и, соответственно, вкусный. Я не хочу покупать арбузы, потому что они все на химии ГМО. Лучше подождать август, когда они будут в нашем районе выращены. И можно быть уверенным, что они без каких-то добавок. Как обычно по старинке постучать, посмотреть со всех сторон, чтобы был ровненький, чтобы звон был. Я стараюсь покупать в магазине, потому что на улице все равно и улицы, и выхлопные газы, и так далее. Как-то магазинам больше доверяю. Ну и в случае чего можно в магазин как-то и пожаловаться. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют покупать арбузы на ярмарках, в магазинах, в том числе и сетевых, а также на развалах. Эти места подвергаются регулярным проверкам, в том числе и лабораторным. Важно, чтобы документы о безопасности и качестве бахчевых были у продавцов в порядке. Поэтому, если есть сомнения в качестве продукта, можно взглянуть на бумаги продавца. Внимательным нужно быть и при выборе ягоды. Лучше всего брать невскрытые арбузы с целой корочкой. Но на ней обязательно должно быть желтое пятно и подсохший хвостик. Это говорит о зрелости продукта. Не следует покупать арбузы на разрез. Часто продавцы предлагают, надрезают, их зарезают, показать, какой они спелости. Это лишнее микробное обсеменение. При покупке арбуза важно помнить, у продавца должен быть сертификат соответствия и накладная, подтверждающая приобретение товара. В противном случае доподлинно неизвестно, где же вырос арбуз и какого он качества. Елена Малетина, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других тем огня. В Самарской области сотрудниками ФСБ задержан 51-летний мужчина. Его подозревают в вымогательстве. По версии следствия, он был конкурсным управляющим одной из фирм города и угрожал привлечь руководителя компании и его родственников к ответственности при банкротстве. Решение проблемы бизнесмена он оценил в 2,5 миллиона рублей. При этом все действия входили в его служебные полномочия. Предпринимателя задержали в момент передачи денег. Сейчас материалы оперативно-розыскной деятельности передали сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. Сотрудники полиции при поддержке отряда спецназа «Гром» задержали двух человек в Самаре, которые оборудовали нарколабораторию в гаражах. Мужчины продавали наркотики через интернет. При обысках у них изъяли более 20 килограммов синтетических наркотиков и еще 120 килограммов прекурсоров. Наркотики мужчины продавали в Центральном и Приволжском федеральных округах через интернет-магазин. Один из задержанных оказался местным жителем, а его сообщим гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас их заключили под стражу. ДТП со смертельным исходом произошло в Кенельском районе недалеко от поселка Сырейка. Под мостом на трассе грузовик протаранил «Ладу Гранта». В результате лобового столкновения погибла 56-летняя женщина. Она находилась за рулем отечественной легковушки. Чтобы вытащить погибшую из салона автомобиля, спасатели использовали гидравлический инструмент. Работы по извлечению тела начались в 10 вечера и длились час. Затем тело передали полицейским. Свободу в обмен за концерт. Выступление культовой группы «Металлика» помогло полицейским задержать мужчину, много лет находившегося в федеральном розыске. На большую спортивную арену «Лужники» пришли около 200 тысяч фанатов. Среди них был и 33-летний «Самарец». Но остаться незамеченным мужчине не удалось. Он был задержан полицией прямо во время концерта. Сейчас он заключен под стражем. Семь пляжей Самарской области признаны опасными. Купаться в них не рекомендуется. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области взяли пробы, которые показали несоответствие воды микробиологическим показателям. Речь идет о пляжах в Самаре на спуске улицы Советской армии, в загородном парке, на первой, второй и четвертых очередях набережной Волги. Также купаться не рекомендуется в Сызрани на пляже номер один и в Жигулевске. При этом на пляжах возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Форум для тех, кто меняет мир к лучшему. Сегодня в Самарской области стартовала и Волга 2.0. На Мострюковских озерах собрались молодые люди со всех уголков России. Участники уже выбрали профильные смены, на которых им необходимо представить свои проекты. Кроме того, все желающие смогут пополнить багаж знаний на лекциях от авторитетных экспертов и обменяться опытом с коллегами и единомышленниками из других регионов. В этом году молодежный форум перезагрузят. Впервые на Иволге проведут технофест. Участникам предлагают снять собственные фильмы, пройти мастер-классы по мобильной фото-видеосъемке, рисованию 3D-ручками, а также погрузиться в виртуальную реальность, исследовать бескрайние просторы космоса или мир юрского периода. В Самаре будет отремонтировано здание бывшего кинотеатра «Россия». Ремонтные работы начнутся с этого года. В новом помещении появится детский театр и концертная площадка. Узнала мнение местных жителей о ремонте и культурной постройке Валерия Куценко. Бывший кинотеатр «Россия» будет отремонтирован уже в этом году. Здание 1963 года пустует с 90-х годов. В скором времени здесь появится детский драматический театр «Мастерская». Самара получила президентский грант на реконструкцию бывшего кинотеатра. Все это благодаря нацпроекту «Культура», чья главная задача – увеличить число посетителей в музеях, театрах и библиотеках. После реконструкции бывшего кинозала дети студии «Мастерская» смогут реализовать все свои творческие задумки уже на новой сцене. Задача проектировщиков – сделать подвальное помещение, первый и второй этаж. На первом этаже будут располагаться зрительный зал, большая гримерка, фойе и касса. А на втором – кабинеты художественных руководителей и режиссеров театра. Реконструкции кинотеатра очень ждут и жители окрестных домов. Вера Музафарова каждый день ходит на работу мимо заброшенного здания. Вспоминает, раньше здесь показывали прекрасные фильмы. Стоит это здание, потихоньку разрушается. Очень жаль. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь было не просто что-то опять торговое, продавательное, покупательное. Если будет детский театр, это вообще здорово, конечно. У нас не так много мест, куда можно ходить именно в этом плане с детьми. Театр будет нормальный детский. Ну что, просто стоит, простаивает, разрушается здание и все. А это детишкам развлечение какое-никакое. Вот дверь тоже туалетная. Это где кинотеатр? А вот, вот она, дверь-то. Вон, это дверь с той стороны. Тоже туалетная. Прямо без зазрения совести подходит туда. Ну, то есть вы реально переживаете за двор, за кинотеатр? Конечно, конечно. Разве плохо, если здесь вот убрали? Ничего бы не было. Дети бы здесь. И наши бы дети. Разве плохо? А может быть, дети даже бы занимались? А как же бы. Идеи реконструкции старого кинотеатра и другие культурные проекты, которые будут реализованы в Самаре, обсудили на заседании общественной палаты. Мне хочется в качестве положительного примера отметить, в частности, вот тот самый замечательный грант президента Российской Федерации по созданию молодежного театра. Мы с вами можем увидеть, что через два года, по 21 год включить на этот долгоиграющий так называемый грант, у нас там появится не просто красивая локация, в которой жители могут отдыхать и комфортно проводить свое время, но и самое главное, что там появится возможность всем нашим молодежным коллективам себя реализовать. Здания культуры будут не только ремонтировать, но и оснащаясь современным оборудованием. В планах привести порядок ДК «Победа», завершить ремонт дома Маркинсона на улице Чапаевской и Самарской публичной библиотеки. Такие изменения, говорят общественники, позволяют надеяться, что слово «культура» будет не просто абстрактным понятием из учебника, а чем-то настоящим. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов. События. Успешные бизнесмены провели обучающий семинар для начинающих предпринимателей. Им рассказали о том, как вывести свои товары на экспорт и поднять региональную экономику на новый уровень. Анатолий Головко готов поделиться секретами успешной торговли. Встречи с акулами российского бизнеса стали хорошей традицией для самарских предпринимателей. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Региональных производителей и поставщиков услуг собрали в муниципальном бюджетном учреждении городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор». На встречу пришла и соучредитель частной медицинской клиники, успешный видеоблогер Надежда Космирова. Родители ее мужа, медики по образованию, открыли небольшой частный кабинет в 1998 году. Уже в 2004 году бизнес перерос в большое и прибыльное дело. Сегодня это крупная многопрофильная клиника. Надежда и ее супруг – управленцы. Оба имеют кандидатскую степень в области экономики. Очень благодарна Департаменту развития предпринимательства за такую возможность, на самом деле, узнать, как государство сегодня может помочь развивать бизнес, открывать новые направления в рамках существующего бизнеса или, возможно, рассмотреть возможность какие-то еще организации, например, открыть по сопутствующим направлениям деятельности. На этапе становления учредителям частной клиники активно помогали администрация города и Министерство здравоохранения Самарской области. В частности, сотрудники профильного департамента рассказали всем участникам о мерах финансовой и имущественной поддержки, которые оказывают муниципалитет и сотрудники бизнес-инкубатора. Кроме того, участники семинара узнали о тех услугах, которые могут получить предприниматели, чтобы им было проще и легче выйти на зарубежные рынки. Те граждане или субъекты малого и среднего бизнеса, которые хотели бы потенциально и могут торговать своей продукцией и услугами не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, как раз получат уникальные шансы и возможности узнать, каким образом это можно сделать с помощью данной организации. Напомним, реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы будут заниматься до 2024 года. Его главная цель – открыть перед бизнесменами новые горизонты и расширить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. На данный момент 222 субъекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку по национальному проекту. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Айтишники всей России, объединяйтесь! Последние тренды IT-индустрии обсудили под открытым небом, недалеко от поселка Прибрежный. Фестиваль проходит много лет, но именно в формате Open Air второй год. Он собрал около 500 участников. События организовали при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области. Три дня спикеры ведущих IT-компаний говорили о новейших технологиях и делились друг с другом историями успеха. Одна из тем конференции – машинное обучение и нейросети. О ней участникам рассказал Александр Сербул из Москвы. По словам спикера, сейчас есть большая потребность в аналитиках и математиках. Тут это очень наукоемкая область, и в ней надо управлять проектами правильно, и еще знать много. Я бы сказал, что уровень сложности проектов в области машинного обучения на порядке выше, чем просто программировать каких-то сервисов, там, веб-формочек и тому подобного, сайтики и так далее. Химические вулканы, механические руки, а также зубная паста из перекиси и воды – самые настоящие научные эксперименты самарские детишки провели на фестивале наук. За ними наблюдал Семен Безгинов. «Створяем еще раз водой, добавляем моющие средства, и в конце, чтобы был эффект зубной пасты, ну, как обычной зубной пасты, добавляем перекись, и она выходит, как обычная паста». Это первый научный эксперимент юной Полины Суходеевой. В будущем она, возможно, станет талантливым химиком, а пока совмещает приятное с полезным. Отдыхает в лагере «Союз» и учится у лучших преподавателей самарских вузов. Научная смена длится столько, сколько и обычная. Вот только между играми ребятам рассказывают о физике, астрономии и экономике. «Также у нас есть индикаторные палочки, соответственно, которые нам показывают раствор. Держи мой сладкий, держи. Вот эту положи. Держи. Опускай. Опускай. Изменение цвета происходит, и дети могут наблюдать. Чем больше дети знают, чем быстрее они в это вовлекаются именно в формате игры, тем, соответственно, им становится интереснее будущим этим заниматься. Может быть, вот человек очень увлекся, смотрите, сколько у него индикаторных палочек. Может быть, будущий химик вырастет». Ребята провели с десяток научных экспериментов. Кто-то делал настоящие химические вулканы, кто-то собирал игрушечные самолетики, знакомясь с сазами аэродинамики. Кто-то экспериментировал с обычным аспирином и сухим топливом. «Газы как будто бы раздувают осадок, и получается вырастет такой причудливой формы. Этот опыт вы можете провести также дома, но обязательно присмотром родителей и сопользованием технических безопасностей». «И вот эти занятия дают ему какой-то толчок к развитию. Не обязательно он будет строить самолеты, но будет работать руками, головой». «Ну, во-первых, это как хорошее такое подспорье к школьному обучению, а также как профориентация. Это тоже очень важно, потому что они уже могут определиться, что у кого-то способности и интересы в химии, у кого-то в физике». Всего азы науки изучали 300 детей из разных самарских школ. В следующем году в лагере вновь откроется научная смена. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. В книжный круговорот включили самарцев. В городе открываются новые книжные полки для свободного обмена литературой, где можно поделиться книгами или совершенно бесплатно получить томик Чехова. Узнаете в сюжете. «Буккроссинг» – свободный обмен книгами, который оставляет любой желающий в специальных местах. В бесплатную библиотеку в парке Кагарина около тысячи книг привез общественник Павел Покровский. Классику, поэзию, юридическую литературу. Вместе с коллегами он пополняет эти полки вот уже пять лет. «И мы их концентрируем и передаем в те учреждения, в которых они зачастую становятся снова вовлеченными в книжный, настоящий книжный оборот. Когда их берут с полки и не просто на них смотрят или, не дай бог, они собирают пыль, а их читают, у них учатся». Граждане тоже с удовольствием обмениваются книгами. Тамара Дубровина уже три года приносит в парк книги из отцовской библиотеки. «Разгружаю свою библиотеку, потому что деткам сейчас все это уже не нужно. Это и детская литература, это и классика, это и энциклопедические тома тоже есть. Ну и развлекательные различные женские романы. У меня сейчас есть книги, которые в принципе мне уже не нужны, но ведь кому-то они нужны, кто-то ими пользуется, и кому-то надо их достать, заплатить деньги, но ведь можно уже их просто передарить». Полки с книгами молодежи равнодушной тоже не оставили. Арина Штерн впервые услышала о букросинге и тут же присмотрела себе несколько книг. «На самом деле сейчас это очень современная проблема, то что подростки и взрослые люди сейчас очень мало читают. Я выбрала Чехова пьесу. Да, у меня очень много книг, которые я сейчас уже на данный момент не читаю, и я с радостью поделюсь». В Самаре сейчас более десятка книжных полок для букросинга. На Ленинградской, в Струковском парке и других местах. В этом году в жилых комплексах «Волгарь» и «Новая Самара». Тоже появятся полки для свободного обмена книгами. Мария Левина, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События. На Маяковском и Некрасовском спусках встречали не только закат, но и музыкантов и артистов. Десятки самарцев приобщались к искусству благодаря проекту «Культурное сердце России». Подробнее в сюжете. Зажигательная бразильская карнавальная самба на фоне заката заряжает позитивом всех вокруг. На Маяковском спуске часовая импровизация собрала десятки зрителей. Музыканты задают волнующие ритмы, а танцовщица мгновенно подхватывает мелодию и своими движениями подчеркивает ее. Как показывает практика, публика реагирует очень тепло, приветливо. Импровизация барабанщиков, она каждый раз разная, то есть программа уникальная. И я именно ориентируюсь на музыкантов. Люди веселятся, танцуют, они хотят, чтобы мы продолжали, не останавливались. Вообще бразильская карнавальная самба – это великолепная музыка, которая воодушевляет людей и приносит праздник в жизнь. На Некрасовском спуске музыкальный вечер открывает этнофолк-группа. Кахон, валынка, гитара – музыканты виртуозно меняют инструменты и играют песни, которые им по душе. Это же не коммерческий проект, мы не зарабатываем с этого денег. Поэтому мы можем играть то, что нравится нам. И если люди хлопают и довольны, расходятся с концерта, это значит наша победа. Культурное сердце России объединяет самых разноплановых музыкантов и артистов, которые по своей инициативе безвозмездно делятся своим креативом с самарцами. Проект реализуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В этом году на различных площадках выступили три десятка творческих коллективов. На концертах побывало более 20 тысяч зрителей. Мне, например, нравится идти, где-нибудь услышать уличных музыкантов, прочувствовать их музыку, потанцевать немножко. Я получаю огромное удовольствие. Арт-площадки на Некрасовском и Маяковском спусках будут работать все лето, еженедельно по выходным дням. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова